Приветствую всех, кто сейчас смотрит телеканал Atomician Business. Это программа «Время говорить». Мы в прямом эфире. Второй день, конечно, наша самая обсуждаемая тема – это отставка правительства. Я задаюсь вопросом сейчас, каким будет новый Кабмин, кто из министров сохранит свой пост, и вообще надо ли кого-то оставлять, или может всех поменять. Одно, конечно, точно очевидно и понятно, что новому правительству предстоит очень много сделать, большие реформы провести и в самые короткие сроки. Итак, я представлю своих участников нашего сегодняшнего вечернего диалога. Это Жанна Артулиндинова, зам директора Центра Евразийский мониторинг. Я вас приветствую. Арман Евниев, первый вице-министр сельского хозяйства, еще действующий, да? Пока действующий. Да, все хорошо. Значит, Жекслык Сабитов, он по телефону подключается. И в Алматы у нас Амиржан Косанов, политолог, он по скайпу. Если вы все слышите, прошу поприветствовать всех. Коллеги, кто там у нас подключился? Добрый вечер, Астана. Да, 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 вижу, да, господин Косанов, вижу. Ну, давайте, давайте с вас тогда и начнем, раз вы вперед вышли. Кому это все выгодно, отставка правительства, и к чему это все приведет? Ну, выгодно, наверное, власти, потому что в обществе растут протестные настроения, общее недовольствие социально-экономическим положением и ухудшающимся благосостоянием, оно растет. И власть этим самым, скорее всего, хочет снять напряжение, которое усиливается в обществе. Иной причины я не вижу, потому что в начале года президент получил отчет правительства и дал достаточно тарт-бланш для того, чтобы дальше работать. А почему, кстати, можно вас спросить, вот как вы оцениваете деятельность, собственно, Кабмина Сагентаева? 800 с лишним небольших дней он был у власти, в кавычках, так скажем. И есть результаты, 4% роста экономики и так далее, и так далее. Но, конечно, президент сказал, что это плохо. Ваше мнение? Ну, ситуация такова, что позитивные и положительные цифры, которые отзвучиваются правительством, они не ощущаются в каждодневной жизни простых казахстанцев. И не случайно президент в своем заявлении одним из пунктов своей критики сказал о том, что ухудшается благосостояние населения, и люди не чувствуют реальной поддержки со стороны государства. И тот факт, что президент намерен на съезде Нур-Утана озвучить мощный такой социальный призыв, социальные инициативы, говорит о том, что он понимает, какова Ахилесова и та нынешнего правительства. Да, спасибо большое, оставайтесь на связи. Я хочу у действующего пока еще вице-министра, первого вице-министра сельского хозяйства, спросить, собственно, чего вам не хватало, почему вы не смогли нормально отработать? И вам еще не обидно, что вас отправили в отставку? Ну, на самом деле, это была моя инициатива, и она не была спонтанной. В смысле, то, что вы заявление написали лично? Да, да. И она не была спонтанной. Я, ну, как вы, может быть, знаете, я в четвертый раз вернулся в министерство, вот на эту должность, чуть больше года назад, 16 января прошлого года. Моя, пришел с совершенно конкретной задачей, внедрить проектный менеджмент для реализации государственной программы развития АПК. Получилось? Получилось. Мы сделали все, что нужно. Мы актуализировали госпрограмму. Вот она у меня лежит. Я вот сейчас показывал. Мы, правительство издало постановление, в котором четко указано, что в отличие от всех других, это реализуется программа в пилотном режиме с применением проектного подхода, что закрепляется персональная ответственность политических должностных лиц. Это написано в этой программе? Это написано прямо в этой программе. Председатель Союза фермеров Птицеводов. Да, он говорил о том, что там под нож пускают поголовье вот этих кур, там несушек и так далее, импортный там завоз. Из-за того, что фуражание, это то, что субсидии неправильно распространяются. На самом деле, отрасль птицеводства развивается очень динамично. Это и по яйцу, и по брулеру. Вот только что мы рассматривали ход реализации отраслевой программы птицеводства. Давайте послушаем. Да, я просто, у меня есть маленький фрагмент, комментарий нашего сенатора. От нового правительства ожидаем, конечно, мы хорошего, тем более глава государства, поставил задачу, основном там многодетние, матерям там помощь, инвалидам и так далее. Поэтому вот новый кабинет правительства, когда сформируется, мы тоже ожидаем, что эти все вопросы, которые поставил глава государства, думаю, решить. Ну, этот сенатор был очень размыто, сказал, вот давайте, Жанар, к вам, пожалуйста. Вы как политолог, как эксперт, что думаете, Сагентаев почему не справился, и что нам нужно ждать дальше? Я думаю, от Бахачана Абдировича ждали, прежде всего, экономического чуда. Но ему не повезло в том смысле, что его период, его премьерство совпал с самой тяжелой ситуацией, связанной с турбулентностью на сырьевых рынках, с расширением санкций в отношении России, что непосредственно било по экономике Казахстана, привело к падению, ослаблению тенге. Таким образом, он оказался заложником вот этой ситуации. Ну, есть же прекрасные специалисты, как господин Евниев, которые проектный менеджмент принесли в правительство и сделали вот эту программу. Я скажу, что Сагентаев очень, наверное, буквально понял тот тезис, что на фоне падения цен на нефть, люди — это новая нефть. Давайте вспомним, с чем связано его премьерство. Это было связано с введением обязательно социально-медицинского страхования, единого совокупного платежа. То есть для повышения налоговой базы правительство Сагентаева предприняло меры по выводу экономики из тени, налогообложения налогов для самозанятых. И вот на этом фоне, наверное, изменился так называемый социальный контракт между властью и обществом. Раньше казахстанская власть давала некоторые либеральные послабления для самозанятых. И в то же время общество не предъявляло высоких требований к самой власти. А как предъявить-то? Проидится далеко. Даже до господина Евгеньевна достучаться сложно, например. Просто так же к вице-министру не зайдешь? Прекрасный инструмент для этого стали социальные сети. Давайте вспомним последние полгода. Просто социальные сети сотрясали скандалы, связанные с членами кабинета министра. Это и непопулярные высказания Мадина Абулкасымовой. Это и промахи, словесные промахи, прежде всего, и Дархана Калитаева и прочих членов кабмина. То есть у общества растут ожидания от правительства, требования, потому что правительство требует от него выйти из тени, показать свои налоги, заплатить налоги. Но правительство оказалось не готовым соответствовать этим повышающимся требованиям. Оно оказалось не готовым быть более транспарентным, более прозрачным, коммуницировать с обществом на равных. Вы все это видели, когда работали в правительстве? Безусловно. Это там вообще невозможно ничего изменить? Там все на старых рельсах и все как-то. Это и есть главная проблема, что это доставшееся наследство от Советского Союза. Система управления вертикальная, бюрократизированная. Я занимаюсь изучением, внедрением и практикой проектного менеджмента уже более 10 лет. То есть поставили цель, выполнили? Ответственный вот это? Это во всем мире, это используется как гарантированный инструмент для достижения целей. Если все сделать правильно, обязательно получишь. В чем системная проблема была этого правительства? Когда поставили задачу, что у нас там 5-6 государственных программ. На них были действительно предусмотрены заказательная база, ресурсы. Их надо делать. Очередные программы, которые традиционно реализовывались, как-то реализовывались. В 2017 году пришли в McKinsey и сделали аналитику. И сказали, вам надо достичь 6% роста. Для этого нам нужны добавочные какие-то инициативы, проекты. На это нужны ресурсы. И если вы дополнительно 3,5% дадите, то вот этим надо управлять с использованием проектного менеджмента. Тогда Сагентаев озвучил, что правительство переходит на проектный менеджмент. Но ошибка системная в том, что получилось, что есть традиционно реализуемая программа государственная, а есть которая пресловутая проектное управление. Получилось коллективы министерств одни и те же, акиматы одни и те же. Получается, то, что было принято, действует как традиционно. А это что-то такое новое, уникальное, какие-то новые инициативы. И все зациклились как по привычке, что надо что-то строить, какие-то ленточки резать, какие-то каски надевать, какие-то кнопки нажимать, докладывать чего-то. А что это получается, разрыв поколений, что ли? Вы прогрессивно мыслите, а все остальные правительства мыслили консервативно, что ли? Об этом тоже. Мы в 2010 году, когда впервые мы разработали концепцию национального системного проектного управления для Министерства индустрии и новых технологий в то время. Уже тогда Се Торрентоевич заказал эту работу, мы ее сделали вместе с экспертами стратежи партнерс, российская компания консалтинга, я был руководителем рабочей группы. Когда мы это сделали, я сейчас ничего нового не предлагаю. Это то, что тогда, в 2010 году мы положили на стол. Это было там... Но так работает весь мир вообще-то. И мы разослали это экспертам международным. И нам вот президент Японской ассоциации проектного управления, Хироши Танако, он нам ответил, у меня есть его ответ, что это очень здорово, если Казахстан это сделает, это прорыв вообще. Но мы этого не сделали, да, получается? Но он говорит, но вы будьте готовы, и вот это его слова, к яростному сопротивлению бюрократов. Я понял. К длению этого подхода. Продолжим сейчас. Это персональная ответственность, это прозрачный бюджет. Каждая тенге это будет видно. Потому что метод освоенного объема применяется. Кому это надо? Давайте я сейчас подключаю политолога нашего, Жекселых Сабитов, по телефону. Каким... Да, господин Сабитов, я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, каким будет новый Кагмин? Каким вы видите правительство новое? Что ему надо будет делать? Добрый вечер, Данил. В принципе, я думаю, что Кабинет Министов, он сохранится на 75-80%. То есть фактически... То есть ничего не поменяется, что ли? Что, в принципе, его не устраивает, условно говоря, премистр, который является плохим дирижером в этом ансамбле. А также социально-экономические блоки, которые могут поменяться на несколько... Несколько тысяч рублей могут поменяться. Но основной постепенно сохранится, то есть через 5-80% Кабинета Министов, оно будет тем же старым, условно говоря. Тут надо отметить, что на самом деле вот именно эти два направления, то есть экономические, то есть у нас нет нормального качественного роста, и второе, это социальные, это является двумя главными причинами, почему поменялось правительство. И, соответственно, следующее правительство будет иметь как раз цели именно по этим двум главным направлениям. Потому что без реализации их политическая система будет входить в зону такой турбулентности, которая, в принципе, не очень желательна для администрации президента. Спасибо. Что думаете, что скажете? Данила, я соглашусь же к словам в целом, но я думаю, что главное, что следует поменять следующему правительству, это пиар, как ни странно. Вот сказать, что правительство Кисагентаева было совершенно неэффективно в социальной сфере, давайте вспомним программу 7.20.25. Потом 5 социальных инициатив президента. Это и снижение налоговой нагрузки в 10 раз состоялось, с 10 до 1%. Это и новые гранты. Вы хвалите Сагентаеву, он вам нравится. Дело в том, что при этом не было хорошего пиара, не были выстроены коммуникации. Сегодня возрастают требования общества к моральному облику министров, чиновников. Вот в эту часть, то есть умение коммуницировать, умение быть открытым обществу, вот это вот, пожалуй, востребовано. Так некоторые политологи... Я с этим не могу. Да, это абсолютно. Я вот в своей практике внедрения проектного менеджмента 8 месяцев обладал офис Рухани Жангру. И вот самый главный вывод, который я для себя вынес, это то, что абсолютно наши люди, наши чиновники не умеют разговаривать, вот живого разговора с людьми. Вот чем надо. Да потому что коррепционеры, потому что взяточники. Мы занимаемся через телекамеры, через трибуны, микрофоны, там, с табличками, там, вот это надо, этим надо заниматься, не пиаром, это точно. Теперь, что делают лучшие мировые правительства? Они уходят от этих вертикальных бюрократических структур, уходят к горизонтальным структурам, к сетевым моделям. В основе, что это лежит? Это лежит вот это партнерство, вот это живой, открытый разговор. Это за счет технологий можно, уже не нужно вот эта вся иерархия, вот чтобы все вот это были. Но мы же работаем, сейчас правительство работает по старинке, если есть какая-то госпрограмма, она согласовывается во всех министерствах, пока там роспись не поставят, полгода пройдет. Ну, не мне вам рассказывать, собственно, вы же тоже это знаете. Поэтому там первое, с чего, кто бы, кого бы там не назначили правительство, первое, с чего они должны начать, это вот понять, от чего надо отказаться, от лишнего. Если вот это отсечь ненужное, я могу там сходу назвать несколько вещей, которые можно просто отказаться и перестать делать там. Хорошо, давайте сейчас спросим господина Касанова, что отсечь, что не нужно новому правительству. Вот так я сформулирую вопрос. Ну, не нужно рапортомания, не нужно создание потемкинских деревень во время поездок президента, не нужно абсолютизировать экономические показатели, нужно быть больше, ближе к реальной жизни, в том числе малому, среднему бизнесу. Я хочу немножко политизировать вопрос, если можно, конечно. Я думаю, что Ахиллесова кита всех правительств Казахстана, их уже 10, да, которые ушли в отставку, заключается в том, что у нас нет достаточной самостоятельности у премьер-министра по формированию кабинета министров, по кадрам, по принятию экономических программ. У нас все фактически государственные программы принимаются президентом, и правительство является только исполнителем. Мы никогда не видели, чтобы в недрах правительства обсуждались какие-то конкретные программы с участием экспертов, общественности и так далее. И тогда уже готовый кондиционный продукт, проект, ложился бы на стол президента. У нас, наоборот, все идет сверху, и правительство становится заложником этих цифр, этих показателей, которые зачастую бывают нереальными. И второе – это отсутствие должного контроля. Не может президент все время эффективно контролировать все правительство. Нужен полномоченный многопартийный парламент, где были бы не только представители правящей партии, но и оппозиция, и которые бы каждый день получали информацию с мест от простых казахстанцев, от пенсионеров, от малого-среднего бизнеса, и каждый день они бы, извините меня, долбили правительство. И тогда бы эти программы были бы более эффективными. Вот эти две проблемы, которые являются ключевыми в деятельности правительства. А то, что говорит господин Евнеев, это современные методы менеджмента, их можно привносить. Но если нет политической воли, нет политического решения относительно самостоятельности правительства, все это коту под хвост. И самое главное, у правительства очень много обязанностей, ответственности, но мало полномочий. Я понял вашу мысль. Давайте, да, раз вас упомянули, господин Евнеев, ну вот, пожалуйста, что мало полномочий, мне кажется, достаточно, например. Я не могу согласиться ни с первым, ни со вторым утверждением в плане полномочий. На самом деле это не так. Все равно все разрабатывает в недрах правительства. Я, опять же, говорю о технологиях. Вот эта система менеджмента, если ее правильно выстроить, современными технологиями со всеми, она работает как конвейер. Там, на самом деле, хороший человек, плохой, там, если правильно выстроить технологию, вот, и тот же мониторинг, и контроль, он должен работать как электрический ток. Если ты, там, неправильно, там, обращаешься с электрической розеткой, то ток не будет тебя спрашивать, там, он просто шандарахнет. Вся система контроля, она так должна работать. И это сегодняшнее, там, средство все это позволяет. Что касается участия, там, партии, там, прочее, там, Ну, на самом деле, это тоже вчерашний день. Сегодня выигрывают только вот эти сетевые структуры, когда вот наша, например, госпрограмма АПК, мы ее не просто согласовывали, когда мы разрабатываем, мы просто садились за стол и вместе это делали. Вместе включали проектор, компьютер, и писали тексты, писали, делали расчеты. Я очень надеюсь, что новый министр сельского хозяйства не завернет эту программу. Вот я очень надеюсь, потому что министр новый приходит, и все под нож. Я очень надеюсь, что Шукеев продолжит вести эту отрасль, потому что с его приходом многие вопросы, которые там не решались, системные, они были решены, потому что, ну, есть вес, есть авторитет, есть напористость. И эти системные вещи были решены, и есть ли сейчас. Так лучше бы все это автоматически работало, вот при всем уважении господину Шукееву. У нас-то как раз-таки и работает автоматически сейчас. Давайте послушаем нашего обозревателя. И у нас есть Руслан Мерекша, он подключается. Руслан, что скажет правительство о новом? Спасибо, Данила, и здравствуйте, уважаемые зрители. Итак, чуть больше суток, именно настолько наша страна живет в ожидании явления народу правительства. Нового утвержденного, того Кабинета министров, что сможет воплотить в жизнь все те установки, что обозначил президент, все те программы, что были приняты прежними правительствами, и все те обещания по улучшению жизни, что ждет от них казахстанский народ. Очевидно, что предыдущее правительство во главе с Бахатшаном Сагентаевым не справилось со всеми теми задачами, что были возложены на них. Сейчас уже можно говорить, что трудности и проблемы были практически во всех сферах и в экономике, и в социальной политике, и в финансовой системе, и в сфере развития малого и среднего бизнеса. Какую отрасль не возьми, везде положение дел не очень хорошее. Может поэтому мы в рейтинге качества жизни занимаем лишь 69 место в мире. Возьмем хотя бы социалку. По заверениям чиновников, почти 45% расходов республиканского бюджета уходит на социальную сферу. Учитывая суммы, что расходуют на разные госпрограммы, то мы должны жить хорошо, так сказать, припеваючи. Однако не получается. Последний случай с многодетными семьями вскрыл массу проблем и пробелов, которые есть во всех этих программах поддержки малообеспеченных и социально уязвимых граждан. На самом деле, та помощь, которая оказывалась госорганами этим категориям людей, была или неадресной, или беспомощной. Это только одна сторона медали. А был еще нашумевший земельный вопрос, проблемы с невыплатами и задержками заработных плат рабочим и так далее. У нашего МВД есть определенные трудности по борьбе с преступностью. Смерть знаменитого спортсмена Дениса Тена вскрыла большие проблемы в этой сфере. По линии экономики, наш плавающий курс тенге не дает нам покоя. Вместе с национальной валютой у нас давление то скачет, то падает. Схлопывание банков тоже не красит нашу финансовую систему. В общем, стабильности нет. Хотя у кого сейчас в мире есть стабильность? Немалая часть наших денег заморожена в банках Европы и США. Наш Миньюс судится с молдавским бизнесменом стати. Непосвященный гражданин, конечно же, может спросить, а с какой это стати, какой это стати взял и заморозил наши кровные денежки? В подробности вдаваться не будем, это уже другая история. Вот есть у нас Министерство индустрии инфраструктурного развития, в ведении которого входят дороги, авиация, ЖД-транспорт. Какую отрасль возьмем? Дороги. По их качеству мы на 115 месте. Авиация? О состоянии самолетов, региональных аэропортов, взлетно-посадочных полос, а самое главное, цен на авиабилеты и говорить не приходится. Железные дороги? О проблемах в них не говорит у нас только ленивый. Плохое состояние поездов, задержки с прибытием и отбытием, коррупция и мздоимство. Список можно продолжать. Теперь сельское хозяйство. Вот только вчера в эфире нашего канала прошел сюжет, в котором говорится, что из-за нехватки денег, а вернее отсутствия государственных субсидий, в одной из птицефабрик Алматинской области пошли на радикальный шаг. Работники стали просто-напросто забивать, уничтожать своих кур, дабы они сами не умерли с голоду. Потому что их кормить нечем. Ужасающий случай. А ведь нам все время с высоких правительственных трибун внушают о выделении миллиардных субсидий для сельского хозяйства, росте удоев молока, увеличение пахотных земель и тому подобное. И что? На деле все получается наоборот? В общем, проблем не в проворот. А еще есть небольшие зарплаты у населения, дорожающие продукты, всеобщая закредитованность. По статистике, казахстанцы задолжали по кредитам более 6 триллионов тенге. Получается, на рядового гражданина приходится по одному миллиону тенге долга. И в завершении вот что скажу. Пожалуй, апогеем работы ушедшего правительства была фраза, произнесенная президентом во время расширенного заседания 30 января. «Вы все трусы!» – сказал глава государства членом Кабинета министров. Видно, действительно накипело. 22 дня. Именно столько времени трудилось ушедшее правительство после той знаменитой фразы. И эти 22 дня февраля перечеркнули все те 895 дней, что ушедшие министры были во власти. У меня на этом все. Данил. Спасибо большое. У нас время подходит к концу. Я просто хочу спросить традиционно два вопроса. Во-первых, есть ли риск переутверждения вот этих всех старых министров? Это раз. И во-вторых, будут ли выборы президента? Вы, Данила, говорите о риске, как будто бы не было достойно министров. Я вам объясню, почему. Потому что все, кто пишет на WhatsApp, они не хотят видеть никого, этих министров опять не хотят видеть. Народ не хочет, например. Ну, я думаю, что перезагрузка правительства в любом случае произойдет. На сколько процентов? Ну, я думаю, где-то процентов на 30. Я думаю, причем, скорее всего, будет отправлено в отставки, хотя вот... Ну, Арман Калетович сам уже заявление написал уже. Я не с ним правительство, поэтому... Члены Кабнина, то есть, скажем так, отличающие за идеологический блок, потому что сегодня именно это самая слабая часть правительства. Окей. Второй вопрос. Второй вопрос. Президентские выборы. Будут? Полагаю, что вот все, что сегодня происходит, и обращение в Конституционный совет, и съезд, и отставка правительства, это все предвестники предстоящих выборов президента. Спасибо большое. Я благодарю всех, кто смотрел нас сегодня. И, конечно, вас, уважаемые собеседники, за то, что вы пришли в студию. Обсудили мы все, что связано с отставкой правительства. Сейчас скоро будут новости. Интересный блок подготовили мои коллеги, так что не пропустите. Через несколько минут. Ну, а программа на сайте inbusiness.kz. До свидания.